Ты удивительный Здравствуй, дружок! Меня зовут Сергей. А тебя как зовут? Очень приятно познакомиться. Я хочу показать тебе одну черно-белую фотографию. Вот, посмотри. На этой фотографии я. И мне здесь всего один год. А сейчас мне 37. Как много времени прошло с тех пор. Наверное, за это время могло бы вырасти большое дерево. Давай представим, что семья это дерево, у которого есть корни, ствол и ветви. У корней твои бабушки и дедушки. Ствол это твои мама и папа. А ветви это ты и твои братья и сестры. Какое замечательное дерево выросло благодаря нашим родным. Я благодарен маме и папе за то, что появился на свет и за то, что вырос таким большим. Благодарены бабушке с дедушкой за то, что рассказывали интересные истории о своей жизни и учили трудиться. Быть благодарным – это значит говорить спасибо за все то хорошее, что произошло с тобой в жизни. Восхищаться красотой мира, которая тебя окружает. И принимать все, что с тобой происходит, как ценный подарок. Вокруг всегда есть люди, которые готовы помогать. Например, наш дворник – шахмардон. Он заботится о нашем дворе и помогает всем людям, которые живут в нашем доме. Когда я шел сюда, то во дворе я услышал собачку Жужу. Мне показалось, что она была грустная. Давай узнаем, почему. Эй, Шмотя, у тебя такая гладкая шерстка. Тебя все любят, хотят погладить. А у меня никакого праздника. Шерсть торчит во все стороны. Сплю то на улице, то на коврике. Вот бы мне стать кошкой хотя бы на один денек, чтобы ни забот, ни хлопот не было. Шмотя, давай поменяемся. А что? Хорошая идея. Я даже гавкать могу, смотри. Гавк, гавк, и хвостом виляю. Хе, ты давай залезай ко мне на балкон, а я пойду к тебе. Договорились. Пока, котопес Шмотя. До встречи, собакушка Жужа. Хе, 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 хе. Мяу, мяу. Ой, то есть, гавк, гавк. Хе, как здорово. Вот я и на улице. Эй, кто выключил свет? Ой, ой, холодно. Ой, как холодно, мяу. Что-то мне уже не очень нравится эта собачья жизнь. Вот бы мне сейчас, эй, залезть в мою коробочку с подушкой. Эй, Жужа, выходи. Ой, это, это ты, Шмотя. Эх, как же мне было здорово раньше, когда я была собакой. Я могла бегать, где хочу, а тут только и нужно лежать на подушке. Ой, ой, оно такое мягкое, что я проваливаюсь в нее с головой. Шмотя, я хочу обратно. Какая гениальная идея, мяу, потому что я тоже. Спускайся вниз. Сейчас. Гавк. Ой, хе, 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 хе. Что показала мне хороша моя собачья жизнь. Извини, что завидовала тебе. Ой, тебе спасибо, что убедила меня в том, что нет ничего лучше, чем моя подушечка. Спокойной ночи, гавк. Ой, то есть и мяу. И тебе приятных кошачьих снов. Ау-у-у-у-у-у-у. Как же здорово быть собой. Дорогой, ты согласен со мной? Ты можешь сам поблагодарить себя за то, какой ты. И за то, что тебе нравится, какой ты. Ведь никто, кроме тебя, не сможет так петь, прыгать и рисовать. Чаще вспоминая о том, что жизнь дарит тебе много хорошего. Я решил написать благодарственное письмо шахмардону, нашему дворнику. Дорогой шахмардон. Ты знаешь, даже в самой трудной ситуации можно чему-нибудь научиться. Спасибо за твою заботу. А когда будешь вспоминать эти трудные ситуации, обязательно поблагодари их. Потому что тогда ты очень многое понял. Ты удивительный. Да и вообще, тот, кто думает о хорошем, с тем это хорошее все чаще случается. Твой друг Сергей. Благодарственное письмо готово. Пойду отнесу его шахмардону, а ты придумай свое благодарственное письмо. И обязательно пришли мне фотографию. И она появится в нашей программе. Спасибо тебе за этот день. Спасибо за твое внимание. Ты удивительный. До скорой встречи, дружок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.